Британская исследовательская группа рассказала о собранных доказательствах участия российских военных в тех событиях. Об этом пишет газета «Гардиан». По данным исследователей, доказательства включают многочисленные спутниковые снимки российских вооруженных конвоев на территории Украины. В числе свидетельств – видео и снимки танка Т-72Б3. Указывается, что эта модель в 2014 году была на вооружении только у российских вооруженных сил. Далее вашему вниманию подробности геройств российских танкистов на Т-72Б3 на территории Украины. Не забывайте распространять это видео и ставить лайки. Это поможет ему оказаться в тренде YouTube. Для тех, кто постоянно находится в информационном поле, ничего нового в этом материале нет. Особенно полезно это видео для бывших и нынешних депутатов Верховной Рады Украины, которые по тем или иным причинам выгораживают кремлевскую власть. Вы врете. Почему вы так считаете? Ну вы врете. Ну у нас здесь нет где-то... Докажите, пожалуйста. А что доказывает, если у нас... Вот российских войск. Бранье – это и по Библии, и по законам, по которым живет Украина – это преступление. Я хотел бы, чтобы такие определения, как кто-то вел войска, были взвешенными. Мы не можем говорить о присутствии иностранных войск, любых, на территории Украины. А руль России в этом какая? Здесь вещи, о которых не говорили. В данном материале мы рассмотрим фото и видео доказательства российского вторжения в Украину по части бронетанковой техники. Одним из наиболее ярких образцов бронетехники России, которая применялась на Донбассе, является танк Т-72Б-3. Эта модификация только пару лет назад начала поступать вооруженные силы РФ и никуда не экспортировалась. Модернизированный танк Т-72Б-3 выглядит по-новому грозно, но рычет тише благодаря новой конструкции гусениц. Сугробы уничтожает с удовольствием. У танка появился тепловизор, современная система удержания цели, модернизированная связь и реактивная броня. Такие контейнеры со взрывчаткой, навешанные поверх обычной брони, взрываются навстречу летящему снаряду. Визуально отличить Т-72Б-3 от других моделей Т-72 можно по совокупности либо отдельным следующим деталям. Штырь датчика ветра ДВЕ-БС ближе к корме башни. Его нет на Т-72А и Б. Но есть на Т-72БА. Большая коробка тепловизорного прицела «Сосна-У». Нет на других моделях Т-72. Пять блоков динамической защиты «Контакт-5» слева от пушки. На некотором количестве Т-72Б-3 первого выпуска блоков четыре. Но на месте пятого нет прожектора «Луна», как на Т-72А, Б и БА. Новые гусеницы с параллельным шарниром нет на Т-72А и Б, но есть на Т-72БА и некотором количестве Т-72Б, прошедшим капитальный ремонт. Доподлинно известно о четырех танках Т-72Б-3, потерянных армией РФ в августе на Донбассе. Два из них уничтожены. Третий – потеря условная, так как, будучи захваченным украинскими военнослужащими, впоследствии при выходе из Иловайского окружения его бросили, и он перешел к сепаратистам. Четвертый танк был подбит, осмотрен украинскими солдатами. Позднее этот Т-72Б-3 тоже вывезли в Россию. Итак, первое безусловное доказательство присутствия российских танков Т-72Б-3 были получены 27 августа. В этот день канал «Эспрессо-ТВ» в заметке «Российская бронетехника под Иловайском» опубликовал видео, на котором украинские солдаты демонстрируют захваченный под Иловайском российский танк и обнаруженные в нем предметы. По виду катков, штырю датчика ветра и коробке прицела «Сосна-У» уже можно было определить, что перед нами танк Т-72 последней модификации – Т-72Б-3. Естественно, украинские солдаты нанесли на танк белые полосы быстрой идентификации вооруженных сил Украины, чтобы избежать открытия огня по своим. Ориентировочно 30 августа в социальных сетях появляется качественный снимок этого танка. 1 сентября фотокорреспондент Макс Левин в своем репортаже «Иловайск. Хроника. Побега» на сайте LB.UA опубликовал еще одно фото, сделанное в те дни, когда захваченный Т-72Б-3 находился у украинских военных. При выходе из окружения этот танк без видимых серьезных повреждений был оставлен в районе Иловайска и перешел в руки пророссийских сепаратистов. 14 сентября он появляется в выпуске передачи «Вести недели» канала «Россия-1». По своему невежеству российские журналисты запустили в эфир сюжет о российском танке Т-72Б-3. Это при том, что присутствие российских войск и техники в Украине Путин, да и вся пропагандистская машина, пытается скрывать. В сюжете «Вести недели» Т-72Б-3 представлен как захваченный ополченцами некий украинский танк с оборудованием нероссийского и неукраинского производства. Эту часть видео удалили из выпуска, который размещен на канале YouTube и на официальном сайте «Россия-24». Но пользователи интернета успели размножить первоначальный вариант сюжета. На следующий день на канале «Донецкая республика» в YouTube и прочих сепаратистских ресурсах появляется тоже видео в качестве HD. Правда, в описании к ролику танк сознательно назван Т-72М, поскольку эта модификация, в отличие от Т-72Б-3, как раз была выставлена на экспорт. И ее можно было встретить на вооружении таких стран, как Чехия, Польша, Сербия, Словакия, Куба и многих других. То есть, командная машина со спутникой GPS определяет все танки, все подразделения свои. Это тоже был их. И дает картинку на вот эти дисплеи. Второй российский Т-72Б-3 был подбит и сгорел. Он находится возле дороги вблизи села Новодворское Донецкой области. Первая информация о нем поступила 9 сентября из передачи «Сегодня» и «Чрезвычайное происшествие» канала НТВ. Естественно, Т-72Б-3 российской армии в сюжете называют могучим украинским танком производства Чехии. Украинский могучий танк. Чтобы не говорили нам, что у них потерь нет и все танки целы. Оторванная башня. Это был танк Т-72, поставка с Чехии. Позднее в социальных сетях выложили и фото этого танка. На октябрьском видео танк уже без гусениц, башня смещена, многие детали сняты. Третий российский танк Т-72Б-3 уничтожен возле села Червоносельское, что в 10 километрах от Иловайска. Первая информация о нем появилась 1 сентября на сайте телеканала 24. В заметке, при выходе из Иловайска трое бойцов АТО уничтожили два танка и два БМД-террористов. Судя по датам на фото, танк был уничтожен 29 августа. 2 сентября на телеканале Russia Today в Ютубе выложено видео, где башня этого танка перетащена куда-то в сторону от корпуса. 3 сентября фотограф Александр Ермаченко сделал снимок этой же башни. Позднее в социальных сетях всплыли и новые фотографии корпуса. Есть еще один Т-72Б-3, который получил повреждения возле села Червоносельское и был захвачен украинскими военными. Его фото 1 сентября тоже выложили на сайте телеканала 24. Выше упомянутой заметки. 30 сентября сайт LB-UA в статье «Долгая дорога из ДНР» опубликовал свое фото этого Т-72Б-3. В конце октября на Ютубе выложили видео, снятое украинским солдатом. На лобовой части рассматриваемого танка заметно попадание из РПГ. Украинский солдат за кадром объясняет. Вот этот танк хотели себе взять, а он не заводится. Поэтому, не знаю, может быть, поспалим. Однако до настоящего момента в интернете не появились видео или фото, на которых этот танк был бы заснят сгоревшим или эвакуированным украинскими военными в тыл. То, что на Т-72Б-3 воевали российские солдаты, подтверждается как сведениями, полученными из социальных сетей, так и опубликованными данными о погибших российских танкистах. На этих фото те же танки Т-72Б-3 с теми же белыми кругами, как на уничтоженных и захваченных в Украине. Танкист 6-й отдельной танковой бригады публикует снимок поврежденного Т-72Б-3 и пишет друзьям, что его танк подбили в Украине. 21 сентября «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью о погибшем 24 августа российском танкисте Владиславе Баракове. Известно, что он тоже служил в 6-й отдельной танковой бригаде на танке Т-72Б-3. Кроме 6-й танковой бригады на Т-72Б-3 в Украине воевали и другие подразделения. Например, 200-я отдельная мотострелковая бригада, которая отличилась красочными надписями на своих танках. Смерть Айдару за Сталина. Еще одна модель чисто российского производства, нигде кроме России не выпускается и не состоит на вооружении, это танк Т-72Б-А. Он принят на вооружение в 2000 году. Является недорогой модернизацией Т-72Б образцов 1985-1989 годов. Визуально Т-72Б-А от старых Т-72Б образца 1989 года отличается штырем датчика ветра ДВЕ-БС на башне и новой гусеницей с параллельным шарниром. А Т-72Б-3 отличается наличием прожектора «Луна» слева от пушки и отсутствием массивной коробки тепловизора на башне. Точно известно о двух уничтоженных российских танках данной модификации. Оба находятся возле поселка Старобешево в Донецкой области. Первое упоминание об этих танках появилось на российском Первом канале 5 сентября в выпуске новостей. Традиционно свои разбитые танки и позиции названы украинскими. 22 сентября репортеры «Анна Ньюс» сняли эти же Т-72БА с описанием, как у Первого канала, уничтоженная бронетехника боевиков «Хунты». Однако на этом видео уже отчетливо видно гусеницы с параллельным шарниром, прожектор «Луна», остатки датчика ветра на башне. И это сгоревшие российские танки Т-72 модели БА. Позже в социальных сетях появились и фото этой пары танков. 25 октября журналистам «Рейтерс» удалось побывать возле Старобешева. Заснять эти Т-72БА, использованные контейнеры противотанковых российских ракет «Корнет», сделать репортаж, в котором танки названы ошибочно и по-простонародному Т-72БМ. По фото можно сказать, что танки начали разбирать на металлолом. Стволов уже нет. Кроме уничтоженных возле Старобешева, на территории Украины вели боевые действия и другие Т-72БА. 22 сентября по каналу «Россия-1» в выпуске «Вестей» в 20.00 был показан Т-72БА якобы ополченцев с краской цветово-российского флага на лбу корпуса. На Т-72БА, как и на Т-72Б-3 воевали российские танкисты. Точно известно о погибшем в конце августа на Украине танкисте Василие Караваеве. Он служил в 21-й отдельной мотострелковой бригаде. Военная часть 12-128. Именно на Т-72БА с номерами, нарисованными на блоках динамической защиты башни. На танках у Старобешева закрашенные номера на том же месте. Вот видите, с этого танка вылетел, это, наверное, все, что было за человеком. Видите, вот ботинок, вот носок с этого ботинка. На этом фоне высказывания президента России В. Путина, его приближенных и российских СМИ, что солдаты армии РФ заблудились на украинской земле или вовсе там не появлялись, по меньшей мере звучат цинично. А тезис о какой-то гражданской войне в Украине вообще разбивается в пух и прах. Говорить это одно, а иметь доказательства это совершенно другое. Я вам еще раз говорю, никаких вооруженных сил российских, никаких... То есть они врут сейчас, американцы? Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет. На этом самом, на юго-востоке, в Донбассе, мы вообще там пальцем не притронулись. Там были добровольцы наши, государство российское не имело к этому никакого отношения вообще. Я вот уверяю вас в этом. Но никакого. Говорю совершенно откровенно, прямо и честно. Нет на востоке Украины никаких российских подразделений. Нет ни специальных служб, нет инструкторов. Это все местные граждане. В одном из предыдущих расследований о присутствии российской армии на востоке Украины были представлены фотографии и видеосъемка рядовых и сержантов 61-й отдельной бригады морской пехоты, которые снимали себя в августе-сентябре 2014 года в Луганске, находясь на территории бывшей войсковой части номер 3035 Национальной гвардии Украины. В данном материале приводятся аналогичные снимки военнослужащего старшего офицерского состава 61-й отдельной бригады морской пехоты. Подполковник, командир батальона, звание и должность по состоянию на конец лета 2014 года морской пехоты 61-й бригады Северного флота Дмитрий Сафронов, как и многие его подчиненные, зафиксировал свое нахождение на Донбассе в разгар боевых действий лета-осени 2014 года. В фотоснимке из Луганска Сафронов загрузил фотоальбом своей страницы в социальной сети «Одноклассники». То, что подполковник Сафронов проходил службу в 61-й отдельной бригаде морской пехоты, дислоцирующейся в поселке «Спутник» Печенгского района Мурманской области, следует из подписи к его фото «Домой на спутник». Кроме того, ветераны морской пехоты в праздничные дни посещали 61-ю бригаду и делали совместные фотографии с Дмитрием Сафроновым. На фото Сафронов второй с правой стороны, координаты места съемки и привязка к местности. На следующем фото подполковник Сафронов второй с левой стороны, координаты места съемки и привязка к местности. Снимок в кабинете командира батальона. Есть кадры, на которых подполковник Сафронов в одной компании с командиром 61-й отдельной бригады морской пехоты полковником Алексеем Масловым. Командовал бригадой с 2010 по 2016 годы. Скриншоты взяты с видео «Командир бригады». По состоянию на август 2014 года Дмитрий Сафронов находился в должности командира батальона морской пехоты. Упоминание об этом можно найти в статье «Вираж судьбы» на сайте газеты Минобороны России «Красная звезда». Это подтверждают и бывшие военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты в комментариях к записи сообщества «Морская пехота» в социальной сети ВКонтакте. Наиболее интересную фотографию командир батальона Дмитрий Сафронов выложил в ноябре 2015 года. На ней Сафрона в военной форме без знаков различия стоит на фоне здания со следующими особенностями. Оранжевой стеной, распахнутой белой дверью, окном с рамой белого цвета и светлыми волнистыми шторами в помещении. Данное здание расположено в Луганске на территории бывшей войсковой части номер 3035 Национальной гвардии Украины. Убедиться в этом можно, посмотрев новостные сюжеты 2014 года с войсковой части 3035. В кадр несколько раз попадает место, напротив которого фотографировался подполковник Сафронов. Совпадают характерные детали здания со снимка российского комбата. Цвета стены, дверей, оконной рамы. Особенности декоративной отделки стены, конструкции двери, небольшие повреждения штукатурки с правой стороны. Можно рассмотреть волнистые шторы в помещении. Иллюстрации привязки места съемки с объектами на спутниковой карте. В январе 2016 года в фотоальбом Сафронова загружен еще один примечательный снимок. Хотя он был сильно обрезан, вероятно, чтобы скрыть определенные детали, Однако удалось выяснить, что, как и предыдущее фото, этот снимок сделан в августе-сентябре 2014 года в Луганске на территории войсковой части 3035. Шиферная крыша здания на иллюстрациях привязки места съемки предыдущего фото. Это здание обозначено цифрой 5. Позади российского подполковника совпадает с крышей одного из строений вышеназванной войсковой части. По таким чертам, как цвет, материал и конструкция ската, конька. Также одинаково расположение в рассматриваемой области нескольких объектов. Стык элементов конька крыши, ниже которой через один ряд шифера расположен лист с отбитым уголком. В следующем нижнем ряду шифера, правее относительно листа с отбитым углом, находится светло-бурое пятно. Очевидно, подполковник Сафронов позировал на трофейной, демилитаризованной боевой разведывательно-дозорной машине БРДМ-2 с приваренными решетками, на которой снимались и боевики ЛНР. На фотографии заметны верхние части прямоугольного и полукруглого люков этой БРДМ. Впоследствии эту бронемашину российские мурпехи увезли к себе в пункт постоянной дислокации, поселок-спутник Мурманской области. Кроме этого, как правильно подмечено в комментариях, наколенники на Дмитрия Сафронове не уставные. Такие наколенники входят в комплект защиты рук и ног, которые используются Национальной гвардией Украины, в том числе и в войсковой части номер 3035 города Луганска. После июня 2016 года подполковник Дмитрий Сафронов не заходил на свою страницу одноклассники, из фотографий и комментариев его знакомых следует, что он, вероятно, с целью продвижения по службе проходит обучение в неназванной Академии в Москве. Хотя под фотографией его называют генерал-майором, очевидно, это сделано в качестве комплимента. На более позднем снимке возле аэропорта Внуково Сафронов все еще с погонами подполковника. Учитывая звание и должность, командир батальона морской пехоты подполковник Дмитрий Сафронов скорее всего командовал или входил в круг командования подразделений 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота, которые в августе-сентябре 2014 года воевали на Донбассе. Судя по фото и видеосъемке, фиксировавших технику 61-й отдельной бригады морской пехоты в полевых лагерях и при перемещении в Ростовской области, это была ротная тактическая группа в составе не менее 20 бронетранспортеров БТР-80, 6 самоходных установок 2С-23 НОНО-СВК, инженерной техники и техники материального обеспечения. Я вам еще раз говорю, никаких вооруженных сил российских... То есть американцы врут сейчас? Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет. Российские военнослужащие старшего офицерского состава крайне редко выкладывают свои фотографии из зоны боевых действий в Украине. Однако иногда и такое случается. Даже спустя многие годы после начала российской агрессии в социальных сетях можно обнаружить фотоснимки, доказывающие участие кадровых российских военных в войне на Донбассе. В обвинении звучат не первый раз. Нас практически с самого начала кризиса обвиняют в том, что мы во всем виноваты. Так что различные домыслы слышим не впервые. При этом нам ни разу не предъявили факты. Были сообщения о том, что вот есть снимки из космоса, которые показывают движение российских войск. Оказалось, что это были компьютерные игры, изображения взятые оттуда. И последние обвинения, они, в общем, примерно такого же свойства. Понимаете, когда вот такие домыслы появляются и высказываются обвинения в российском вторжении, но, наверное, это сопряжение, причем делается достаточно нервно. Наверное, это связано с тем, что ополченцы потеснили силовиков. Ну а то, что пытаются обосновать утверждение о нашем якобы вторжении на Украину тем, что ополченцы без этого не смогли бы достичь военных успехов, но это тоже попытка рассматривать ситуацию без учета особенностей тех людей, которые живут на Юго-Востоке. И в целом без учета того обстоятельства, что в войне очень часто решающее значение имеет моральный дух. Ну и, наконец, вопрос, есть или нет у наших войск на Украине, говорим прямо и определенно, российских войск на Украине нет. Мы вообще там пальцем не притронулись, да, там были добровольцы наши, государство российское не имело к этому никакого отношения вообще, я вас уверяю вас в этом, но никакого, говорю совершенно откровенно, прямо и честно. Субтитры создавал DimaTorzok